Сегодня заключительный день нашего семинара, пятый день. Спасибо вам за терпение. Это, похоже, не так просто. Приходите это и слушать. Сегодня мы поговорим еще на одну тему. И, как я говорил ранее, эта тема будет достаточно техническая. И вот, если сказать в двух словах, то каждый из нас, из вас, из нас, все мы приехали из каких-то ядр. И о том, и сказать, какая будет атмосфера в нашей ядре, в нашей семье, в нашем храме, во многом зависит от нас. Не от кого-то. Не так, что кто-то должен ее создать. Эту атмосферу создаем мы своим присутствием, своим желанием или нежеланием. Мы должны понимать, что, как говорит Шила Бхактивинода Токур, что преданные — это моя семья. И, по сути, это означает одно, что, когда я прихожу в общество преданных, я не должен быть в этой семье наблюдателем. Что я просто-просто наблюдаю, что там происходит. Я смотрю, что там происходит. Семья означает, что я член этой семьи. И от меня тоже что-то зависит в этой ядре. Я не должен быть тем, кто смотрит на все со стороны. И это означает, что если мы действительно желаем, если мы действительно хотим, чтобы в наших ядрах была очень теплая, очень сладкая, очень душевная и духовная атмосфера, то каждый из нас привносит туда частицу этого. Когда, например, мы пахтаем эту тему арчана или поклонения Божества, насколько высок уровень поклонения зависит опять-таки не от кого-то, не от человека, который назначил или еще что-то, а от каждого из нас, от каждого. Будете вы все вместе, будем мы все вместе любить Кришну. и проявляться как-то, и что-то делать для Него, служить Ему. Несмотря на то, что, может, нам что-то тяжело, а может быть, не очень тяжело, что-то нам не нравится, а что-то нравится. Неважно. Я понимаю, что в служении мы должны понимать, что как будто бы все зависит от тебя, не от кого-то, а от тебя. И тогда будет соответствующая атмосфера. в наших ядрах. Не ждите, так сказать, в море погоды, что кто-то что-то изменит. Или просто, когда мы сидим, что-то произойдет автоматически. Нет. По идее, каждый должен чувствовать это желание и задавать себе вопрос, что я могу сделать для того, чтобы атмосфера в нашей ядре, в нашей среде, куда мы приходим, в нашем храме, была такой особенной. Как я говорил на первой лекции, когда вы приходите в храм, в любой храм, вы видите то, как служат божествам, подходя к алтарю. Просто глядя на алтарь, можно многое понять, что происходит в общине. Просто глядя на алтарь. О том, как он украшен и как заботятся о божествах, это говорит о многом. Прежде всего, о настроении, которое процветает внутри общины. И мы часть этого. Не думайте так, что у меня дома, вот мой дом, это моя семья, и вот мое домашнее поклонение, это что-то особенное. Дома можно поклоняться, как я уже говорил, изображению, изображению, ваших храмовых божеств, каждый день. И, может быть, раз в неделю приходить на алтарь и что-то служить или как-то участвовать в поклонении. Я вспомнил, ну, скажем так, мне напомнили одну историю, которую я когда-то рассказывал. Какое-то время назад к нам в Киев приезжал один преданный, который долгое время живет в Майпуре. Он сам поляк. Его зовут Махашин Гипрагун. И он как-то рассказывал историю в своей жизни. Одно из его служений, которым он занимается в Майпуре, это то, что он, у него много друзей по миру, он собирает пожертвования. Несколько месяцев он ездит по своим друзьям, в Европе в основном, собирает пожертвования, чтобы потом вернуться в Майпур и устраивать фут-фур-лайф, скажем так, для жителей Новодвипы. И вот, несколько раз в неделю они готовят огромных личностокичри, еще просад какой-то, покупают фрукты. И то в одной деревне, то в другой деревне, то в третьей. Они кормят просто людей, которые приходят. И это происходит уже десятки лет. Его знают там все. Его очень любят. Он заботится о жителях Дхамы. И однажды с ним произошел такой случай. Это он сам рассказывал, что в одной деревне, в которой он кормил просадом, жители этой деревни. Многие говорили об одной матаже, которая там живет, и что она вот очень возвышенная душа, что о ней тоже нужно позаботиться. И он приехал к ней и привез ей мешок риса. Мешок риса, чтобы ей хватило и хватило. И она поблагодарила его. И он думал, что ей это хватит надолго. И прошло какое-то время, где-то, может быть, через неделю, он обратно был в этой деревне. И он опять туда приехал, думает, увижу с ней. И увидел эту женщину. И спросил ее, Мата, как рис? Вот, как? Он тебе понравился? Нет? И она спросила, а какой рис? И она говорит, ну как, я тебе неделю назад привез целый мешок риса. Она говорит, ага, а ты кто был неделю назад? Весь этот рис я раздала своим соседям, которые здесь живут рядом. Я все это раздала. Себе оставила немного. Я уже его, ну то, что оставила, уже съела. И он подумал, вот это душа. И он говорит, а где ты живешь? И она привела его в место, где была, не было дома, а была такая, как бы, из картона или из каких-то подручных средств собрана такая небольшая хижина. И туда, чтобы даже зайти, нужно было, ну, хорошенечко согнуться. просто, чтобы туда зайти. И когда они пришли туда, и Махашинге Прабуха говорит, ты здесь живешь? Она говорит, нет. Здесь живет Акурджи, здесь живет Божество, которому я поклоняюсь. Это для него. А я живу рядом. То есть под открытым небом, прямо перед этой небольшой лачушкой. Просто рядом. Циновочка какая-то. Она говорит, я вот здесь сплю. И он смотрел на нее и думал, как так? Как так? Он увидел, что у нее волосы, волосы у этой женщины, хотя она уже была в возрасте, они были вообще неухоженные. Абсолютно. И у нее был такой прям, они запутанные были просто в один такой сноб, как колтун, я не знаю. И он спросил ее, Мата, что у тебя с волосами? И она сказала тогда ему, что, говорит, когда я была еще юной девушкой, я решила, что я никогда не буду расчесывать свои волосы. Никогда. И с тех времен я никогда не расчесываю волосы. И он спросил, почему? Ты же мать. И она говорит, что с детства я очень, я преданная Богу, и я очень не хотела хорошо выглядеть, чтобы я кому-то понравилась, кроме Кришны. Потому что все свое сердце я отдала ему. Я бы не хотел еще кому-то отдавать свое сердце. И Махашринге пробовал говорить, что когда я услышал эти слова, у меня появилось очень горячее желание увидеть ее, Такураджи, Божеству, которому он поклонялся. И он говорит, а можно получить даршин твоего Божества? Она сказала, конечно, конечно, заходи в хижину и получай даршин. И он огнулся туда, чтобы зайти, и он туда как бы, ну, не зашел, а так на четвереньках, зашел туда. И он просто ахнул, он увидел Божество, которому она поклоняется всю свою жизнь, и для нее нет никого дороже этого Божества. И он увидел не Божество, а просто картинку, фотографию. Не фотографию, а как бы нарисованное. Тот, кому она поклоняется всю жизнь. Изображение Кришны просто нарисованное. И оно даже было не то, что там изображение, оно было еще, ну, так, на четверть оторванное. И она ему поклоняется всю жизнь. И для нее нет никого дороже этого Божества. Ради него она 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 же вела такой образ жизни. Ради него, чтобы только он был доволен ею. Не желая променять, так сказать, того, кто у нее в сердце, на кого-то еще. И так это означает, что для всех нас это в какой-то степени хороший пример, когда мы можем всю свою жизнь посвящать служению Божеству. Мы не должны думать там лучше, там хуже, ой, там такие, а здесь такие. Если вы приедете в Индию, и вы, например, будете во Вриндаване, и вы будете, ну, например, в храме Маданамахана. Рядом с храмом Маданамахана есть небольшая хижина, место, где, так сказать, Баджан-Кутир, Санат-Куниго-Свами, и там вот эта вот вода чистая, которая там, и там божества, я не помню точно, но так говорят, что вроде бы это божества, которые были еще первые, которыми он поклонялся. И ты там посмотришь на этих божеств, они какие-то такие, вот с такими глазами огромными. Вот, то есть мы бы сейчас, если бы нам на алтаре такие стояли божества, мы бы хорошо подумали. А люди, которые тогда, то есть они, это для них нет более святыни, которые не поклоняются, отдавая всю жизнь свое сердце, своих родственников, детей, предлагая там божествам все, что у них есть ради этого Кришны. Такого. поэтому не думайте, что духовная жизнь означает, что мы можем как-то, у нас должно быть что-то особенное или что-то изощренное. Я помню, как, я часто рассказываю эту историю в Тирасполе, когда мы еще жили. Мы тоже хотели быть очень особенными в храмовом поклонении. Я помню, когда президент храма, они приехали из Индии и он привез божеств, очень красивых божеств, говорю, не так, которые по сей день стоят на алтаре и которым преданные поклоняются. Я помню, на инсталляцию приехал Шилан Ранжина с вами. И мы решили пойти к Ниранжине Махараджу и пообщаться с ним, так сказать, чтобы он дал имена божествам, ну и так далее. И мы втроем зашли к Махараджу на Даршан и один из нас спрашивает, Махарадж, вот будет инсталляция, пожалуйста, дайте имена божествам. И Ниранжина Махарадж смехнул, чего мы хотим на самом деле. И посмотрел на нас и говорит, ну хорошо, их будут звать Гауранитай. И мы такие, ну да, это же Гауранитай, ну дайте, пожалуйста, имена. И Махарадж стал улыбаться и стал говорить, ну вот я подумал, что очень хорошее имя для ваших божеств, их будут звать Гауранитай. И мы такие, ну да, Махарадж, ну Гауранитай, ну как бы может быть все-таки какое-то особенное имя дать. И Махарадж просто смеялся, он просто смеялся, не мог остановиться. Он понимал, что мы хотим быть какими-то особенными. И мы опять ему задавали вопрос, может быть все-таки имя какое-то. Он опять говорил, Гауранитай. Ну и потом понял, что с нами бесполезно спорить. И он сказал, ну хорошо, их будут звать Нитай Гаурачандра. Мы такие, Джай, Нитай Гаурачандра. А потом мы спросили его, ну хорошо, вот Нитай Гаурачандра, а вот это ж господь Чайтаня, а это вот какое время, это где он? В каком месте? И Махарадж смекнул, что ну от нас просто так не отстанешь. И он сказал, хорошо, тогда они будут в месте, которое называется Видя Нагара. Там, где господь Чайтаня еще находится, когда он не май бандит, и он со всеми спорит. Он смотрел на нас, что мы... Это не май бандит, который спорит. И поэтому храм не увидя Нагара. Не увидя Нагара. И мы такие, хорошо, Джай, спасибо, Махарадж. А в каком они настроении пребывают? И Махарадж когда услышал, все, хватит, хватит Даршина, на этом закончим. Мы хотим чего-то особенного. Но особенное это то, как мы поклоняемся Божествам. Вот что особенное. Вот что особенное. Особенное это бхакти. Это обмен, который есть. В сердце у каждого из нас частица любви. Как можете проявлять ее? Вот и все. И неважно, они вот такие или вот такие, или это просто изображение. Ну что мы будем поклоняться Панчататтвы. Ну кто-то может так думать. Подождите. Шрила Прабхупада очень хотел, чтобы преданные поклонялись прежде всего Панчататтве, изображению Панчататтвы. И когда мы приглашаем Мурти Божеств, мы должны понимать, что если Мурти, Мурти предназначены для омовения и для одевания. Не для красоты. Не для красоты. Если мы приглашаем Мурти, это означает, мы должны каждый день умывать и каждый день переодевать. О, нет, ну это сложно. У нас нет столько людей. Зачем тогда вам Мурти? Поклоняйтесь Панчататтве. Вы можете проводить арати, вы можете кормить, вы можете делать практически все. Поклоняйтесь Панчататтве. В чем сложность? Дома или может быть в вашем проповедническом центре. Какая разница? Не нужно никого удивлять. Вы Кришну ничем не сможете удивить. Ничем. Только искренностью своей. Это максимум. Не какой-то роскошью или еще чем-то. Понятно, при поклонении нужна роскошь. Это нужно нам, чтобы таким образом выражалась наша любовь по отношению к нему. Но не более того. Не более того. Итак, сегодня мы поговорим на тему, которая она очень техническая достаточно. Но так или иначе, я начал с того, что от каждого из нас зависит то, что будет происходить в наших общинах. И может быть кто-то здесь присутствует из преданных, который может быть старше в ядре или у кого есть ответственность о поклонении божествам. А может быть эту лекцию потом будут слушать те, кто принадлежат к этой категории преданных. И может быть она будет полезна. Я счел нужным, чтобы как минимум одну лекцию чисто сделать такую. Что же нужно делать в ядре, что же нужно делать в наших ядрах для того, чтобы уровень поклонения поддерживался и рос. и так с одной стороны точно чего бы я не хотел или точно что бы может быть я хотел. Чтобы мы не думали, что поклонение божествам является самым важным служением. Что вот только вот наш департамент или вот это служение самое важное, а все остальное не нужно. Поддержание храма не нужно, там образование не нужно, или это все не так значительно. Харинама Санкиртана не нужно, распространение книг не нужно. Арчанам. Нет. Нет. Мы не хотим этого. Мы просто хотим, чтобы божества были центром общины, но в общине было много разных видов служения. Это нормально. Это нормально. Чтобы каждый член ядры что-то делал для божеств. Что-то делал. Такое-то, что-то одно может быть в неделю. Может быть приносил, может быть, я помню, вот мы как-то готовились, вернее, не готовились, а думали о том, есть какие-то продукты, которые расходники, скажем так. И я помню, мы в чат опубликовали, преданное, а кто хочет, например, каждую неделю, например, божествам нужно, например, два килограмма лимонов. И тут же, или там, например, столько-то риса, или там еще что-то. И тут же это все было, ну, так сказать, служение заполнено, кто-то писал, можно я буду всю жизнь приносить эти лимоны. Какая сложность. Мы решили кучу вопросов, которые элементарные, очень простые. Итак, мы говорим об этом, потому что я вижу, что во многих храмах здесь, в Украине, в Молдове, есть театры, в которые преданное испытывают сложности и трудности, чтобы поддерживать стандарты поклонения божествам на достаточно значительном уровне. На достаточно значительном уровне. И поэтому мы говорим об этом. В любом случае мы должны понимать, что поклонение божествам является одним из лучших методов для того, чтобы сплотить общину, для того, чтобы, скажем так, объединить общину и прежде всего греха, потому что участвовать в храмах о поклонении должны прежде всего греха. Брамачарьи так же, но прежде всего греха. Шила Прабхупада этого хотел. Есть письма, в которых он говорит об этом. Греха должны поклоняться божествам. Греха. Потому что греха – это люди, которые преданные, которые не живут упрощенной жизнью, а божеств нужно очень, так сказать, когда ты служишь и поклоняешься нему, у них должно быть все очень красиво. Говорится, что каждый раз, когда открывается алтарь, я помню, когда Таиндра Прабху говорил, он говорит, что когда вы украшаете алтарь, украшаете божеств, одеваете, вы должны понимать, что в 7.30, когда приветствие, там, ну, я не знаю, у кого сколько, в 7.30, например, приветствие божеств, вы должны понимать, вы сейчас откроете шторы, вы откроете занове с алтаря, а там стоят камеры, телекамеры из мировых телеагентств или там каких-то журналов, и вот то, что сейчас запечатляют, это будет на глянцевых обложках, обложках лучших журналов мира, и все будут видеть это, вот, вот, вот это божество, и я скажу так, что когда, например, мы приезжаем, я уже говорил об этом, но так или иначе, например, в Кришна Баларамандир, ты смотришь, насколько, насколько там невозможно отойти от алтаря, ты можешь стоять часами и просто упиваться этой красотой, этой любовью, которую преданные вкладывают в служение божествам, и так, грехаски прежде всего на это способны, но мы видим, что в Киеве даже брамачарии, они так любят божеств, так любят божеств, и самые какие-то ответственные праздники, ответственные моменты мы предлагаем, чтобы они украшали алтарь, и они делают это превосходно, у нас целый отряд влюбленных брамачарьев, божеств, реально, которые очень любят божеств, очень, они такое устраивают, в этом году на Джулан-Ятру все ждали открытия алтаря, когда это самое, и они, ну, помимо всей красоты и подсветки, которую они сделали дополнительной, через какие-то фильтры, и там какой-то, так сказать, эти цвета переливались с помощью определенных механизмов, они принесли туда эту штуку, которая дым нагоняет, можете себе представить, в брамачаре, и открывается алтарь, а там дым просто, и все, ну, как бы, где, где божества, и потом, и когда этот дым рассеивается, сразу проявляются божества, очень красиво, очень красиво, вот, Шрила Прабхупада очень хотел, чтобы стандарты поклонения божествам были очень высокими, я прочту несколько писем, письмо Шрила Прабхупада, 71 год, 18 ноября, что касается поклонения божествам, его высокий стандарт должен строго соблюдаться во всех центрах искон, не может идти речи о его снижении, единственной заботой должно быть, как повысить качество и пышность арчины. Еще интересно, еще одно письмо Шрила Прабхупады, самая большая опасность для нашего движения заключается в том, если бы мы выдумали наш собственный процесс поклонения божествам. Шрила Прабхупада очень не хотел, чтобы мы поклонялись так, как нам представляется, что вот это нужно делать так, в одном храме это делают так, а в другом это делают по-другому, а в третьем по-третьему. Должен быть единый стандарт, должны быть единые правила, и куда бы ты ни приехал, в какой бы храм, все происходит, так сказать, в соответствии со стандартами поклонения божествам. Итак, это очень-очень важно. Еще. Поклонение божествам должно выдерживаться по стандартам, как если бы я присутствовал при этом лично, вам необходимо следить, чтобы поддерживался высокий стандарт и избегать нарушений. Под нарушением понимается срыв положенного хода процедуры. Шрила Павпада прекрасно понимал, что во многих храмах, даже при его жизни, было много неквалифицированных, преданных. Но, тем не менее, иногда помните этот знаменитый случай, когда с ним произошел в Австралии, когда он приехал устанавливать божеств. А там, по сути дела, преданные были, ну, не то, что начинающие. Там был всего один дважды инициированный. По-моему, одна мата же. Одна. Дважды инициированная. И больше не было. И когда Шрила Павпада провел инсталляцию божеств, рассказывают, что он стоял перед божествами и молился им. И он, обращаясь к ним, говорил, пожалуйста, позаботьтесь о ней. Не наоборот. Позаботьтесь о ней, чтобы ее вера, она, так сказать, была устойчивой и чтобы она могла продолжать поклонение. Письмо Шрила Павпады Бадрина Райана 18 ноября 1971. Относительно поклонения божествам во всех наших центрах уровень поклонения должен быть очень высок. Не может быть и речи о снижении качества наших подношений в рамках Арчаны или о том, чтобы сделать их менее обильными. Уровень поклонения должен только повышаться. Для того, чтобы руководить этой высшей степени важной деятельностью в сознании Кришны нужен человек очень утонченный и требовательный. Такой, который помнил бы обо всем, скрупулезно готовил бы необходимые параферналии, был бы пунктуален и так далее. Шрила Павпады говорит о качествах, кто может возглавлять этот департамент. Утонченный человек, который обо всем помнит, много деталей и прочее, и прочее. Итак, когда мы говорим о поддержании стандартов, мы должны понимать, что в нашей общине, в наших общинах присутствует какое-то количество, определенное количество преданных. И для того, чтобы стандарт выдерживался, как минимум, это просто мои мысли. Вы можете дополнить, это расширить и так далее. Первое, что нужно делать, это всегда беспокоиться о том, чтобы в ядре была создана определенная атмосфера, которая вдохновляет преданных поклоняться божествам. И второе, о чем нужно заботиться, первое, об атмосфере в ядре, в общине, и мы сейчас будем говорить об этом более подробно. И второе, о чем нужно заботиться, это поддерживать тех, кто поклоняется божествам. То есть, уделять им внимание. Работа, нужно взаимодействовать с командой преданных, поджарьев или помощников и так далее. Я скажу так, что в Киеве на сегодняшний день преданных, которые участвуют в поклонении, достаточно большое количество, может быть, 300 или 400 человек, огромное количество преданных. И это очень непросто поддерживать дух у этих, у всех, у каждого, но мы должны продумать мероприятия, которые будут помогать им выполнять это служение вновь и вновь и вновь. Итак, первое, о чем мы поговорим, о создании необходимой атмосферы в общине. Это очень важно, это очень важно, потому что если не будет в целом атмосферы, преданным будет все равно, что происходит в храме или в ядре, то это служение им будут пренебрегать в конечном итоге. Итак, первое, что бы я посоветовал, это то, что тема о поклонении божествам должна звучать, должна звучать, об этом нужно говорить. И нужно говорить не так, что в контексте, что нам не хватает, нам не хватает, нам не хватает, нам не хватает. Я помню, как я часто привожу этот пример, как в свое время Антуан де Сент-Экзюпери сказал, что не заставляйте людей строить лодки, а научите их тосковать по морю. Идея в этом. Если люди будут тосковать по морю, они построят лодки, и их не надо будет заставлять. Если в целом в ядре преданные будут любить Кришну, их не нужно будет заставлять служить Кришне. Каждый будет желать служить Кришне. Это будет большой удачей просто приди и что-то сделать. Я помню, когда-то Швидам Прабуи Маташи Кишори говорили, что у них был период в ядре, в радугу Пенат-Мандире, когда некому было служить. Я думаю, что нам это очень знакомо. Некому служить. Сейчас, она говорит, благодаря среде, вот этой атмосфере, которая есть в ядре, просто чтобы прийти послужить божествам, нужно записываться за месяц, за месяц, просто прийти послужить. Огромная община, огромная община, ядра. В этой ядре насчитывается порядка 20 тысяч преданных. 20 тысяч преданных. Это означает, что развитие идет правильным образом. И теперь они стоят в очередь, в месяц, там какой-то кусочек, там полчаса или час, прийти что-то сделать для божеств. И не дай Бог, ты там заболел или куда-то отъехал, все, записывайся на следующий раз. И там каждый, каждый стремится что-то, что-то сделать для божеств. Итак, тема поклонения божествам, о важности поклонения божествам. Истории о божествах должны звучать, мы должны говорить об этом, мы должны понимать, что, что мы проповедуем, то мы получим и на выходе. Вот о чем мы говорим, вот то на выходе и будет. Если каждый день на лекциях говорить только философию, 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 и так растяните на годы, через годы в ваших ядрах будут сидеть одни философы. Я вас уверяю в этом, одни философы. И вам будет с кем подискутировать. Если вы будете говорить о смирении, то через годы перед вами будут сидеть очень смиренные и преданные. Если вы будете говорить о том, что служение, служение божествам, это великая прерогатива, это удача, вы через годы получите отряд людей, которые будут желать служить божествам. Желать служить божествам. И так, что служение это великая удача, это большая удача. И тогда на выходе вы получите удачливых людей, которые будут желать служить божествам. Об этом можно говорить на воскресных программах, об этом можно говорить на собраниях, на намахатах. Я знаю, что в некоторых городах есть газета, журнал, Дом правопады, есть в Киеве, в Днепре, еще. Можно об этом говорить, говорить и говорить. Например, допустим, есть храмы, большие центры. Может быть, не в Украине, но есть большие центры, где, например, в храмах божества имеют свою страничку в интернете, веб-страничку божеств. Вот, например, если вы зайдете в Кришна Баларамандир, вы там увидите, например, календарик, и вы можете выбрать любой день любого года. Нажать, например, там, пять лет назад такого-то числа, и перед вами будет огромное количество фотографий, изображений этих божеств. Есть своя страничка у божеств, и все преданные туда заходят. Например, если вы зайдете на сайт Миранжина Махараджа, то у него на сайте, прямо на первой странице есть вот эта ссылка на инсталляцию божеств, которая происходила в семнадцатом году, и вы увидите ссылку, где собирается архив всех каждый день, как были, так сказать, каждый день фотографии алтаря с разных ракурсов, с разных ракурсов. И так в храме могут появиться такие странички, где преданные будут, так сказать, выкладывать изображения божеств, фотографии божеств, какие-то особые праздники и прочее, и прочее. Например, какие-то подношения. У нас, например, есть чаты, где преданные выкладывают, что сегодня божества ели. И преданные общины смотрят, Боже, какая красота, сколько любви там в этом, сколько там было приготовлено, потому что есть стандарт, но есть те преданные, которые приходят и которых стандарт не устраивает. Им этого мало, этого мало. Они делают заготовки, не готовятся за какое-то время и потом приходят буквально за час или за два, готовят не 5-7 блюд, а 15-20 блюд для божеств. И потом это выкладывается все в чат. Я вот, например, я не знаю, но я думаю, что в некоторых городах такое есть, но я подписан на один из таких чатов. Это преданные харьковские, харьковские преданные, как они поклоняются божествам. И это просто немыслимо. Я когда смотрю на это убранство божеств и когда им подношение, вот это все, это все фотографируется и потом присылается. Вот реально это очень вдохновляет, очень вдохновляет. В каждой общине все мы можем сделать точно такое же. Еще, еще один очень важный момент, который является также вдохновляющим для того, чтобы члены общины желали поклоняться божествам. Это то, когда старшие, преданные ядры, они также участвуют в поклонении. Это может быть президент храма, это могут быть какие-то преданные, которые возглавляют различные департаменты, это могут быть какие-то старейшины храма, которые уважаемые вайшнавы. Если старшие идут, поклоняются божествам, то это очень сильно вдохновляет. Не так, что это там для кого-то, типа как, для неофитов, идите поклоняйтесь. А для нас самое главное храма санкиртан. Ты приходишь на воскресную и смотришь, как идет киртан, и ты на этом киртане этих старших преданных также не видишь. У них много важных дел, они сидят по кабинетам. И так очень хорошо, когда самые старшие преданные общины поклоняются божествам. Еще, для божеств очень здорово устраивать праздники, устраивать праздники, праздники божеств. Какие-то особые дни, я знаю, в этом отношении очень преуспели преданные из Днепровской ядры, которые на протяжении лет служат божествам и устраивают. Например, мы недавно общались с Фриндарани про Бумадожи и Монакелия несколько месяцев назад, потому что мы в Киеве тоже хотим привнести какие-то элементы, какие-то праздники, новые праздники, которые мы раньше не отмечали для божеств. Например, они рассказывают, как они отмечают Васанта Панчами. Васанта Панчами это первый день весны. И в Майпуре, во Вриндаване алтари украшают, божеств украшают, одевают во все желтое, во все желтое, во Санта Панчами. Ну, во-первых, это весна, а во-вторых, это настроение, которое создается в алтаре и в алтарной, в храме, это чтобы Кришне каждый элемент, который он видит, чтобы ему напоминало уши матери Дарани. Поэтому все желтое, все желтое. И они говорят, что они так делают, у них вот этот особый день во Санта Панчами. По-нашему, это приходится, это похоже, какой-то зимний, это где-то январь-февраль, если не ошибаюсь, по лунному календарю, он есть в вайшнавских календарях во Санта Панчами. Они говорят, что они полностью божество одевают в желтое, гирлянды для божеств желтые, все букеты, все украшения на алтаре желтые, преданные, которые готовят на кухне подношение, еду, просад, весь желтый, все желтое. И не просят, чтобы преданные, которые приходят в храм в этот день, они были одеты во все желтое. И даже если у них нет такой одежды, полностью все желтые, ну хоть что-то, может быть мешочек, чтобы желтый был, или носки хотя бы, ну чтобы что-то желтое было, чтобы порадовать божеств. И так мы должны быть очень изобретательными. Например, в Риндаване или в Майпуре проводят катание божеств на лодках. Это тоже, это особое событие, это очень сближает, это очень объединяет. Мы недавно говорили с учетой Приепрабу. И он очень вдохновился. Похоже, мы будем делать все для того, чтобы один день летом устраивать катание божеств Радамадовы на лодках. И Чудо Приепрабу одобрил идею, чтобы, я не знаю, многие из вас, я думаю, были в Киевской алтарной, но она большая, она большая. И он предложил, чтобы мы купили огромный бассейн, огромный бассейн, который будет в алтарной. Он будет от алтаря до Прабхупады. То есть где-то 10-11 метров в длину и где-то от колонны до колонны 4-4,5 метра в ширину. Я не знаю, сколько там будет тонн воды, но там будут божества. Они все поддерживают, и я думаю, что это тоже поддержат. Поэтому я надеюсь, что в следующем году у нас будет такой праздник. Итак, можно устраивать праздники для божеств. Например, Брахмотсова. День, когда были инсталлированы божества, праздник установления божеств. Брахмотсова — это особый день. В Киеве мы стараемся. Я знаю, что в Днепре отмечают, в Харькове отмечают этот день, день Брахмотсова, божеств. В Харькове — это день, когда явился Рада Роман за день до Нарисим Хачатурдаше, если я не ошибаюсь. В Киеве — это предпоследний день Джулан-Ятры, когда божеств катают на качелях. В этом году мы также... Для Брахмотсовы — это единственный день в году, когда на Брахмотсову мы устраиваем пуш по Абхишеку божеств. Пуш по Абхишеку. В этом году было закуплено 15 тысяч роз. 15 тысяч роз, чтобы осыпать божеств. Но так как божества большие, ну, я вам скажу, по бюджету это все серьезно, 15 тысяч цветов. Но и когда ты смотришь на божеств, это, во-первых, очень красиво, но божества большие, и там даже по пояс мы их не засыпали. А это 15 тысяч цветов. Я помню, когда в 19-м году фестиваль Джуландьятра был очень особенным, когда приехало много старших преданных, учеников Шилы Прабхупады. Когда приехал Шилани Ранджана с вами, приехал Радонат Махараш. Вот, приехал Трай Прабу с супругой. Приехал Нитай Чайтанья Махараш. По-моему, был Дирошанта Махараш. Я не помню. Но было много-много возвышенных преданных. Это был большой праздник. Это был мини-фестиваль перед Бхакти Сангамой. И там творилось нечто, просто нечто. На Джуландьятра каждый год мы раздавали фрукты. Вечером, после того, как преданные катают божеств на качелях, потом с алтаря раздавали фрукты. В этом году Я Чудо Прабхуп сказал, фрукты — это все очень просто. Давайте что-то сделаем особенное. Джуландьятра — это особый день в году, особое время в году, когда в Индии в это время очень жарко. И поэтому божеств катают на качелях. И поэтому божеств нужно кормить чем-то прохладительным. Например, каким-то мороженым или, так сказать, замороженным кхиром. Может быть, ласи. И в этом году мы готовили мороженое специально для божеств. И потом всем преданным, которые приходили по вечерам катать божеств на качели, всем раздавали мороженое. Всем. Так что можно устраивать такие праздники. Я помню, когда-то слушал лекцию Саватулы Прабхупа. Он говорит, что в Индии в больших храмах по-особому устраивают праздники божеств. Например, Брахмотцево в больших храмах длится три дня. Три дня Брахмотцево идет. Это, так сказать, годовщина установления божеств. И он говорит, что в один из дней этого праздника Брахмотцево заключается в том, что главный казначей храма, главный бухгалтер храма, он приходит и перед всей общиной, стоя перед божествами, отчитывается, что было за год сделано для божеств перед всеми. Что было сделано вот это, вот это, вот это, вот это. На радость, на радость божествам. И все это слушают, что мы сделали для божеств в этом году. И это очень, 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 очень вдохновляет. На большие праздники, я знаю, что преданные, у нас есть целая команда преданных, которые создают определенную атмосферу во время праздника, украшая особым образом алтарную комнату и в алтаре. Они согласовывают, что будет в алтаре, и алтарное, это продолжение алтаря, чтобы создать определенную, вот, например, в этом году у нас была такая тема, что на Джулан-Ятру вот эти все пять дней это у нас будет, типа, фестиваль холи. Холи, когда бросаются красками. Вот. И поэтому алтарная так была украшена, вот, соответствующим образом. То есть мы должны все эти праздники продумывать заранее, медитировать на это. Я помню, когда-то в какой-то год преданные, это было одно из первых, то, что они сделали, на, если мне не изменяет память, это был день явления Шилы Прабхупады. И были предложены, балкон в алтарной был полностью, перед балконом были выставлены изображения, баннеры с фотографиями Шилы Прабхупады, где он разоградал черно-белые. Очень красиво. Очень красиво. Я помню, когда-то, не так давно, пару лет назад, когда приехал в храм Прабхавишну Прабху, и он должен был давать лекцию по Шримадбхагаватам. И закончилась служба утренняя, и вот он зашел в алтарную, и он пошел к Весасане, и перед тем, как сесть на Весасану, он посмотрел наверх, и он увидел фотографии Шилы Прабхупады. И он увидел, что по всему периметру, по алтарной, огромное количество фотографий. И он стал ходить и смотреть. Он не мог начать Шимадбхагаватам. Он ходил и смотрел эти изображения, эти фотографии Шилы Прабхупады, и он остановился возле одних фотографий, и у него в глазах стояли слезы. И он говорит, преданный, вы даже не можете себе представить, что для меня означают эти фотографии. И он показал на одну фотографию, он говорит, посмотрите, вот эта дверь, это дверь, в которую я вошел первый раз. Первый раз. То есть вот, когда он только познакомился с преданными, и вот этот он пришел в храм, и первый раз в своей жизни он вошел, так сказать, в центр Искон. И он говорит, для меня, а потом посмотрел, говорит, о, вот это мой, это был первый президент храма, который заботился обо мне, и который все делает для меня, чтобы моя вера была крепка. это очень-очень вдохновляет, очень вдохновляет. И все мы должны думать о том, как мы будем устраивать праздники для божеств, чтобы это было что-то особенное. И преданных в общине это будет очень вдохновлять. Во всяком случае, у нас это получается. У нас это получается. Конечно, преданные, которые участвуют в поклонении, можно устраивать какие-то праздники для команды. Например, мы в какой-то год проводили так называемую Арчана Мелу. Арчана Мела, когда, ну, или Сангама. Здесь у нас Бхакти, Бхакти Сангама. А там те, кто поклоняются божествам, Арчана, когда сливаются все те, кто участвует в Арчане. И я помню, мы устроили большой праздник, Ачета Преебрабу пришел на этот праздник. Мы устроили его в лесу, и у нас была пицца-пати. Мы сказали, что каждый должен прийти со своей пиццей, которая предложена. И там пришло около 200 преданных, и было много пиц. Вот. То есть должны быть какие-то мероприятия. Я помню, когда-то с Ачета Преебрабу так, а время у нас? Когда-то с Ачета Преебрабу мы обсуждали, о чем можно было бы говорить на лекциях или освящать в журналах или где-то на страничках наших храмовых, о чем можно было бы говорить о божествах. И мы... Ачета Преебрабу предложила много-много разных тем. Я некоторые из них прочитаю. Кому будет интересно, я могу прислать. Например, то, что можно освящать или то, о чем можно было бы говорить. Например, прославлять служение тех, кто участвует в поклонении божествам. также можно освящать какие-то элементы обучения в поклонении божествам. Например, допустим, как делать очиман или как делать вот это. Вот. Еще что-то. Можно объяснять философию поклонения божествам. Можно рассказывать истории божеств. И я вам скажу так, что в каждой общине у божеств есть какие-то истории. Даже в киевской общине есть какие-то истории. Я помню, не так давно у нас был такой... И Ачета Преебрабу поручил преданным записывать эти истории. Записывайте. Это потом станет нашими, так сказать, мемуарами о нашей ядре. Я помню, когда началась пандемия, и мы стали с преданными встречаться в Зуме. Вот. И мы проводили намахату. И так получалось, что преданные подключались не только с нашей группой, которая киевская, а подключались преданные из разных городов. И также подключались преданные из Террасполя. Это же Сукумария, я помню. И вот началась программа, и какая-то преданная задала вопрос. Я не помню, она из Николаева или откуда. И она говорит, вот вы так поклоняетесь там божествам. А есть у вас какие-то истории? Вот вы можете какое-нибудь чудо рассказать, которое у вас произошло с вашими божествами? Я обычно к этим чудесам я очень отношусь так, ну как бы, ну плюс-минус скептически. Какие чудеса? О чем речь? Ну, то есть мы служим, мы поклоняемся, мы предаемся. И я как-то с этого вопроса, так сказать, мой ответ, я так немножко съехал, сказал, что чудеса для неофитов. Мы должны предаваться. Через несколько дней Маджи Сукумари, которая была там на этом форуме, я помню, звонит Расалили и говорит, слушайте, Расалила, мне приснился такой сон, что ваш прабу, Адикави, он ходит по пуджарским, ходит по алтарю и ищет бетель. Ищет бетель, бетель, листья бетеля. И Расалила потом, когда они поговорили, рассказывает мне эту историю. Обычно я на такое отвечаю, что надо меньше спать. Ну, чтоб такое не снилось. Ну, как бы, ну, ерунда какая-то. Ну, какой бетель? О чем речь? А тем не менее, она говорит, мне приснилось, Адикави ходит и ищет бетель. И я как бы, ну, так сказать, что за ерунда. Проходит время, мы сидим с Расалилой что-то, и Расалила вспоминает, что вот, Сукумаре сказал об этом бетеле. И Расалила говорит, подожди, прабу. Через какое-то время она вспомнила, говорит, а мы в храме предлагаем бетель божествам. А когда божества поедят, там есть элемент, который мы предлагаем в уме. Это мы предлагаем Тамбулу. Тамбулу – это бетель. Я говорю, конечно, предлагаем, я это прописывал в стандартах. В храме стандарты прописывал я, и я прекрасно помню, что там был бетель. На всякий случай, я думаю, залезу, посмотрю, открываю наши стандарты храмовые, которые писал я, я знаю там каждую строчку, и я не могу найти строчку, где мы предлагаем бетель. Я открываю предыдущую редакцию, которая была до последней, и там нету бетеля. Я перерываю весь архив, и я не могу найти бетель. И я понимаю, что-то не то. Что-то не то. Итак, истории о божествах, они что-то устраивают. Нужно быть просто очень наблюдательным, очень внимательным. еще темы божества. Это центр общины. Или как предлагать всю свою деятельность божествам. Я помню как-то, это был Тирасполь, я не знаю, насколько эта история, но мне ее рассказывали так, как я вот за что купил, за то продал. когда рождается ребенок, преданные, у них есть такое правило, кто-то так делает, они приносят ребенка к божествам и предлагают, ну, показывают, все, это будет твой слуга. Я помню, у нас были, тогда жили преданные, Акамабхти, Прабумадажи, Таруни, Таруни Радха, Таруни Радха. И у них родился ребенок, а как раз в это время был Данешвара Прабу в Тирасполе. И они решили, семье, а что, давай подойдем, пусть он предложит нашего сына божества. И они сидят в семье и думают, мол, типа, он скажет, как вы хотите, чтобы его назвали, дать ему имя. И у них в семье мнение разделилось. Матыша хотела, чтобы его назвали Кришнадасом, а Прабу хотела, чтобы его назвали Акинчиной, Акинчинадас. У нас один преданный есть, Акинчина Прея. Вот. И она, он хотел, чтобы Акинчина, а она хотела, чтобы Кришнадас. Короче, спорили, спорили, потом сказали, как Махараж назовет, так и будет. И вот на следующий день договорились с Махаражем, приносят свое домашнее божество. Махараж берет в руки и предлагает божествам Гаврунитай, и предложил, и потом говорит, как вы хотите его назвать? Они говорят, как вы скажете? И он подумал и говорит, ну хорошо, его буду звать Акинчина Кришнадас. Как это происходит? Как это? Это не бывает. Так не бывает. Это невозможно придумать. Придумать это невозможно. Но такое происходит. мы можем освещать темы, например, этикета поведения в алтарной комнате. Вот. Я думаю, что если вы читали «Не так преданности», вы знаете, что существует множество оскорблений, которых стоит избегать при поклонении божествам. Еще хорошая тема, как возносить молитвы божествам. Что такое Даршан? Кто на кого смотрит? Кто получает Даршан? Скажем так. Тоже отдельная тема. Например, описывать главные принципы чистоты и пунктуальности и роскоши, с которыми мы должны поклоняться божествам. Например, мы можем описывать связь поклонения божествам со святым именем. Как, например, еще один танец как форма служения божествам или киртан для божеств. Киртан для божеств. Киртан... Я помню, когда-то мне поручили готовиться к киртанам Эли, и я нашел цитату, очень интересную цитату «Шилы Бахтисиданты Сарасвати Такура», где он говорит, что тот, кто наслаждается киртаном, такому человеку, такому преданному прямая дорога в ад, это Бахтисиданта Сарасвати Такура. Тот, кто наслаждается киртаном. И потом он объясняет Бахтисиданта Сарасвати Такура. Он говорит, что киртан это наше служение божеству. Киртан для него, ну или для них, не для меня. Когда мы поем киртан, мы должны сделать все для того, чтобы они были довольны. Подобно тому, как когда мы выходим с лекции, и квалификация лектора заключается в том, что когда он проповедует, когда люди выходят с лекции, говорят, какой прекрасный Кришна, какой он замечательный. Не какой прекрасный лектор, а какой прекрасный Кришна. Тогда лекция удалась. Насколько Кришна красив, насколько он привлекателен. Тогда лекция удалась. То же самое о Киртан. Когда мы выходим с Киртана, мы должны думать о том, какой прекрасный Кришна, какое прекрасное святое имя. Не Киртания. Когда вы придете в храм Рада Романа, я это наблюдал не один раз. Алтарь. И прям напротив место, где сидят те, кто поют для божеств. Когда ты смотришь, с какой искренностью преданные поют божествам. Мы как-то сидели, наблюдали Адамата Джипела. Она обращается к Радараману, она поет ему. И ты просто смотришь на нее, какие она чувства испытывает, передавая свою любовь Радараману. И у тебя невольно возникает желание посмотреть, кого она так любит. Кого она так любит. И ты стоишь перед алтарем и слышишь. Ты слышишь не звуки, а ты слышишь любовь по отношению к божеству. И так это очень-очень важно. Об этом можно и нужно говорить. На это нужно обращать внимание. И так это то, что создает атмосферу в ядре в целом. Атмосферу, необходимую для поклонения божествам. И теперь еще один момент. Это то, что касается взаимодействия с теми преданными, которые выполняют это служение. С одной стороны, мы должны организовывать обучение преданных, которые поклоняются божествам. Чтобы все преданные в ядре, которые участвуют в поклонении божествам, повышали стандарты или повышали уровень своей квалификации. Уровень своей квалификации. Это касается не только пуджарьев, а также тех, кто готовит божествам. Готовит божествам. Я помню, когда-то Неранжи Дамараж, это было очень давно, но так или иначе, это был момент, когда Неранжи Дамараж был в Киеве, и ему приносили подношения, которые готовятся божествам. Это еще был период, когда мы поклонялись только Гавруни-Тай. И Неранжи Дамараж был очень недоволен подношением, которое подносится, ну, блюдо, которое подносится божествам. Он, когда пробовал их, он однажды сказал, они не то, что неприятные на вкус, на них даже неприятно смотреть. Даже неприятно смотреть. Это очень важно, чтобы преданные, которые участвуют в поклонении, повышали свой уровень квалификации. Чтобы это было действительно для божеств, чтобы это было что-то особенное. Божества не соблюдают какие-то диеты. Они не едят, как нам кажется, здоровую пищу. Там только вот пареное все на пару. Или только печеное. Жареное нельзя. Будет плохо для желудочка. Нет. Это должно быть вкусно. Это должно быть, может быть, остро. Это может быть даже иногда пряно. Может быть. Это для божеств. Мы должны изучать, что Кришна любит. И предлагать ему именно это. Итак, еще один момент. Очень важно регулярно собираться. Тем, кто участвует в поклонении божествам, регулярно собираться, чтобы проводить какие-то собрания, чтобы что-то обсуждать, поддерживать дух. Всегда есть какие-то нюансы и так далее. Итак, это то, чему мы должны посвящать себя. Конечно, у нас не так много времени. Сегодняшняя лекция очень техническая. Но так или иначе, я подумал, что будет очень важно рассказать, может быть, все-таки какую-то историю, чтобы как-то все это украсить. Эта история описана в книге «Святые Искон», где преданные рассказывают об учениках Шилы Прабхупады, которые с большим желанием поклоняются или поклонялись божествам в храме. И историю одного из таких преданных описывается в этой книге «Святые Искон». Там описывается история жизни одного преданного, которого звали Вибучейтания Прабхупады. Он присоединился к Искону, когда ему уже было за 50. Ему уже было больше 50 лет. И когда он присоединился к Искону во Вриндаване, он хинду, у него уже дети выросли, он уже был зрелым человеком, ему было за 50. И он пришел в храм, и первое, что он попросил, он захотел готовить на кухне божеств. Целыми днями он проводил там, каждый день он готовил на кухне божеств. Каждый день, каждый день, каждый день он готовил на кухне божеств. И иногда в какой-то момент преданные заметили, что он целый день на кухне, а когда он вычитывает мантру, что он не вычитывает свои 16 кругов. И они стали говорить, типа, «Ты что, ты мантру не считаешь? Как ты можешь поклоняться?» И это правильно, мантру нужно вычитывать. Я скажу так, что, например, в венгерской общине, там, где Шиварама Махараш, у них очень высокий стандарт поклонения. Очень высокий. И этот высокий стандарт заключается не в том, что они предлагают 64 упачары, а в том, что у них, прежде чем Пуджаре зайдет на алтарь, у него должно быть вычитано 16 кругов. И только тогда он может войти на алтарь. И даже те, кто поклоняются утром божеству, когда пробуждают божество, 16 кругов, и потом ты можешь войти в алтарь. Все очень, очень, очень высокий стандарт. Нам есть, к чему стремиться. И этот преданный не вычитывал свою джапу. И они начали делать ему замечания. И потом, когда Шила Праупада как-то был во Вриндаване, Кришна Баларамандири, они начали жаловаться ему на него, на это вебучитание, что он не вычитывает свою мантру, и он поклоняется божествам. И Шила Праупада решил пойти пообщаться с ним. А этот преданный, когда готовил, он всегда пел. Он пел какие-то баджаны, он служил своим сердцем. И Шила Праупада подумал, я пойду с ним и поговорю. И вот, Шила Праупада зашел на кухню божеств, и когда он только переступил порог, он услышал, что кто-то поет. И он услышал, что это был вебучитание, который очень сладко пел для божеств и готовил. И это же, это годы, это годы. Это не так, что один раз, потому что Праупада сейчас придет. Так всегда, каждый день. И Шила Праупада, когда он услышал, как он поет, когда он подошел к нему, этот преданный, его ученик, он склонился перед ним, он предложил ему поклоны. И Шила Праупада был очень доволен им. И Вибучей Таня тогда сказал, Шила Праупада, вот я не успеваю вычитывать свои круги. Я не успеваю вычитывать 16 кругов в день. И Шила Праупада сказал, что тебе этого не стоит делать, потому что ты целый день ты находишься в сознании Кришны. И хотя многие критиковали его за это, Шила Праупада это принял. Шила Праупада это принял. До последних дней, когда он много лет, когда он уже не мог заходить на кухню. Я думаю, что многие из вас видели, если стоять лицом к алтарю, справа, там место, где сидят преданные, сидят кто-то из преданных и наливают черенамриту и дают немножко сладостей. Вот он там сидел многие годы, когда у него уже не было сил служить божествам. Он раздавал черенамриту и раздавал немножко сладостей. И вот в его жизни была одна удивительная деталь. Он прожил больше 80 лет. И когда Шила Праупада тогда был на кухне, когда они общались с ним, когда Шила Праупада позволил ему не повторять 16 кругов, он спросил у Шила Праупада, «Шила Праупада, скажите, что для меня является самым главным в моей жизни?» И Шила Праупада сказал, «Служи божествам, готовь для божеств, поите баджаны и никогда не уходи, не оставляя Кришна Бала Раммандир. Никогда не оставляя Кришна Бала Раммандир». Этот вибучий Таня настолько серьезно воспринял эти указания, эти слова, эти наставления Шила Праупады. Преданные говорят, 30 лет он ни разу не выходил за пределы храма. На протяжении 30 лет не оставлял Кришна Бала Раммандир. Каждый день служа божествам. 30 лет. Однажды был случай, когда он заболел, и его отвезли к врачу. Все. Больше он никогда не выходил. 30 лет на территории храма, служа божествам. Итак, мы должны понимать, что мы не являемся великими. Мы не являемся великими. Может быть, кто-то из нас уже давно в движении. Кто-то, может быть, нет. Но единственное, о чем мы должны думать, что мы можем совершать великое служение. Великое служение. Служение, оно великое. Не мы, а мы можем быть причастными к этому служению. Я на этом остановлюсь. Спасибо вам большое. У нас есть пару минут. Может быть, есть какие-то вопросы. Да, Матаджи, да, микрофон, если можно. Матаджи, вы можете немножко разъяснить, во время киртана нужно смотреть на божеств или на киртанею? Возможно, вы заметили, что в этом году у нас на фестивале нету сцены. это о чем-то говорит. И что киртанея расположен таким образом, что он поет не, так сказать, не глядя на преданных, а глядя на божеств. И это о многом говорит. Это настроение, по идее, наиболее правильное. У нас не рок-концерт, где есть, так сказать, на сцене, ведущие этого рок-концерта, которые иногда выпрыгивают в толпу. Нет. Главным метам на сцене это божества, главные божества. И поэтому все, кто поют, они должны петь божеством. И танцевать они должны для божеств. То есть таково правильное настроение. И киртан должен быть для божеств. Поэтому неважно, это бахтисангам или это храм, всегда нужно понимать. Я, что не так, что это... Я киртане, вокруг меня все, кто-то спиной к божествам. Это неправильно. Это неправильно. Это неуважительно. Даже пуджари, которые пуджарят. Иногда бывает так, что пуджари предлагают тупачары, так сказать, предлагая свое подношение, которое, так сказать, он звенит колокольчик и предлагает тупачары. А потом разворачивается спиной к божествам. Это неуважительно. Это неуважительно. Это нонсенс. Ниранжи на Махараш часто поправляет преданных, типа как в Киеве, когда есть алтарь, а сзади Шрила Прабхупада. И он говорит, что во время нашей Шрила Прабхупады никогда не было так, чтобы кто-то стоял спиной либо к божествам, либо к Прабхупаде. В таком случае, как у нас в алтарной, Прабу и Матаджи, которые стоят по обе стороны этой оси, которая связывает Прабхупаду и Божество, они должны стоять полубоком чуть-чуть, чуть-чуть, чтобы не было скорбительного по отношению к Шриле Прабхупаде, не было оскорбительного по отношению к Божествам. То есть таковы правила, Это создает правильную культуру, как нужно вести киртан. Поэтому киртане, он должен быть обращен лицом к божествам и петь для них. И даже та группа, которая подыгрывает, они должны сидеть полубоком, чтобы не сидеть спиной к алтарю. Это неправильно. Ну, вот так. Что-то еще? Да, еще вопрос. Сейчас микрофон, потому что пишется. Вы дали очень много полезных советов. Хотелось бы много всего изменить. Даже и до этого мне бы хотелось. Ну, это понятно, что если ты лидер и ядра, ты можешь изменить. А если нет, и ты видишь какие-то недостатки в поклонении божествам, там кто-то стоит спиной, что должен человек делать? Понятно, что далеко не каждый из нас является лидером в своей общине. Но я думаю, что если нам хватит разума и смирения донести это правильным образом, то это будет воспринято. Можно порекомендовать послушать семинар или пообщаться. Какое-то время назад национальный совет поручил мне возглавить этот департамент поклонения божествам по региону. И поэтому мы прилагаем достаточно усилий для того, чтобы преданные старались. У нас есть замечательные вайшнавы, Гриндарани, Прабуи, Матажи и Монакели из Днепра, которые очень, так сказать, большие эксперты в поклонении божествам. Они могут ответить на любые вопросы, которые возникнут у каждого из вас в общинах, как правильно поклоняться божествам. Поэтому я думаю, что это не означает, что вы приедете после этого семинара и устроите в своем крае революцию. Это глупо. Если вы действительно хотите повысить стандарт, вы найдете правильные слова, и вы подойдете в правильном сознании к своим старшим, чтобы как-то обсудить эти вопросы. Что мы можем сделать для того, чтобы уровень поклонения божествам в нашей ядре повысился? Может быть, вы можете предложить, например, чтобы кто-то действительно хочет, может, связался бы со мной, или, может быть, если это Матажес с Росолилой, мы могли бы обсудить, что можно улучшить в каждой ядре, чтобы стандарты росли. Я думаю, что самый первый стандарт, о котором мы должны думать и который мы должны повысить, это чтобы в наших ядрах поклонялись божествам только дважды инициированные. Только дважды инициированные. То есть это было бы лучше всего. Я имею в виду непосредственно на алтаре дважды инициированные. Все остальные могут быть с первой инициации, без инициации. Мы вчера об этом говорили, что каждый может участвовать в поклонении, но на алтаре только дважды инициированные. И на кухне божеств, на огне только дважды инициированные. Например, Рада Кубинат Мандири на Чаупате в Бомбее, Матажеки Шори рассказывала, что когда они готовят, например, Раджбхогу, обед, то выходит один дважды инициированный, и у него пять помощников, которые, так сказать, они тогда могут приготовить огромное количество блюд. То есть он только на огне. Они все подготавливают, все, 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 все. Она только ставит на огонь. То есть есть инструменты, было бы желание. Ну, давайте, наверное, этом закончим. Я не полностью уверен, так ли это, насколько я понял, сколько я слышал. Большинство храмов искон там, в самом деле, домашний стандарт. Поклонение божествам не храмово. То есть только два-три в Индии, где реально храмовый стандарт. И тогда как можно понять, каковы стандарты? Нет, это не так, скажем так. Ну, опять-таки, что является точкой отчета в этой системе координат храмовое, домашнее, недомашнее поклонение. Если, я вам скажу так, в свое время я взял на себя служение прописывать храмовый стандарт в Киевской ядре для поклонения Радамадове. И я столкнулся с большой проблемой, что один махараж говорит, что нужно поклоняться вот так. Ну, какие-то детали. Другой махараж, а вот мой гуру махараж вот так поклоняется. А вот этот говорит махараж, что у Господа Чайтани не должно быть павлиниевого пера. А мой махараж говорит, что должно быть. Я помню, это был Тирасполь. Приезжает Бхактивя Шрамбамадова с вами, видит, что у Господа Чайтани перо. И он говорит, Боже, что вы делаете? Зачем вы, так сказать, портите все? Ну, то есть Господь Чайтани не должен быть с павлиним пером. Через неделю приезжает не раз же на махараж, говорит, почему у Господа Чайтани нет павлиниевого пера. И харибол, как говорится. Ну, то есть найти общий знаменатель невозможно. И в свое время мы приняли решение нашей ядры, и это то, что мы рекомендуем во всем нашем регионе, прийти к единому знаменателю. Для нас руководством является Министерство по поклонению божествам, Министерство ОГБС в Майпуре. Ни во Вриндаване, ни в Венгрии, ни в Казахстане, ни еще где-то. Майпур, ГБС, Министерство по поклонению божествам. И вот теперь, если мы берем Министерство по поклонению божествам, мы берем Панчаратра Прадипу, главное руководство по поклонению божествам. Если ее почитать внимательно, то там описаны три стандарта поклонения. Домашнее поклонение, упрощённое храмовое и храмовое основное. Практически все храмы не поклоняются по домашнему поклонению. Домашнее поклонение, да, один из Махараджи, я знаю, о ком идет речь, и кто так сказал, что, например, так как у нас поклоняются Матаджи, то это означает, что это домашнее поклонение. Это не так. Шила Прабхупада хотел и допускал, чтобы Матаджи поклонялись в алтаре. А вот что касается домашнего поклонения и чем он отличается от храмового, это регламентируется Панчаратор Прадипой. В домашнем поклонении говорится, что нет строгих правил, что касается времени поклонения Божеством, во сколько пробуждать, во сколько укладывать спать, во сколько кормить. И для домашнего поклонения это считается нормой, это не проблема. Если вы, например, не в 4 разбудили, а в 7 разбудили, это не проблема. И что касается предлагаемой пищи, потому что это тоже рекламентируется Панчаратор Прадипой, там написано, что в домашнем поклонении в основном готовятся блюда, которые будут употреблять члены семьи, готовятся то, что едят члены семьи. И для домашнего поклонения это является нормой. Для храмового поклонения нет. Есть стандарт в приготовлении блюд, что должно быть вот это, вот это, вот это. А сверху этого может быть еще что-то. И что касается времени, там все очень четко. Поэтому в наших храмах это храмовое поклонение, не домашнее. Точно. Точно. Потому что есть время, очень четкое фиксированное пробуждение, укладывание спать, всех подношений и так далее. Например, в Киеве каждый день проходит шесть арати, шесть арати и семь подношений еды. Каждый день. В каком доме, при каком домашнем поклонении это возможно? Где это? Невозможно. Ни один грехаска с этим не справится. Умножьте это на годы. Нереально. Нереально. Поэтому в наших храмах храмовое поклонение. Все. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...